Приветствую вас дорогие друзья на канале сам себе агроном и это видео посвящено тому вся правда о ционе именно в этом видео я хочу с вами поделиться промежуточными результатами того что было посажено мной на зимний огород тестирования различных удобрений тесте у меня приняли участие цион organic mix и собственное удобрение а именно навоз перегной чернозем торф и в общем такая прочая смесь у меня получилось конечно результатами от циона я остался крайне недоволен и самое главное что меня возмутило из этого всего это то что большинство блогеров которые рекламируют этот товар делают основной акцент на то что данный товар своем компоненте не содержит нитратов но как мы знаем есть конечный продукт при помощи нитрифицирующих бактерий под названием нитрат он же та самая доступная форма которая так и необходима азота для наших растений и вот что мне ответил на этот сон ну а теперь приступим к самой визуальной оценке того что действительно у нас получается если будем применять то или иное причем огурец как не кстати лучше подошел для этого теста ведь он нуждается больше всех своей основе максимально требовательным к макроэлементам азоту фосфору и калию но как нам обещает цион что якобы его добавка заменит нам все панацея 21 века не зря я так это написал в ответе циона самое главное что в этом тесте я применял грунт агробалт который в своей основе имеет минимальное количество минеральных удобрений я хотел применить в принципе цион на пустом торфе то есть в котором нет вообще никаких добавок полезных веществ равных нулю и таким образом оценить в принципе всю эту заложенную рекламу которые там есть но все-таки я решил пожалеть свои растения и правильно что я так сделал ведь иначе бы вообще ничего не выросло а теперь перемещаемся к самому стеллажу кстати говоря в конце этого ролика будет обзор апгрейда того что я сделал и вот уже у вас в кадре мои огурцы как вы помните из предыдущего ролика я специально разместил для особой отметки циона специальным по цвету горшке этот горшок у меня слегка коричневого цвета мой грунт и мой огурец посажен зеленый горшок и соответственно на удобрениях organic mix посажен в белый горшок видео я вам прикреплю вверху ссылочка будет как мы сажали наши огурцы так вот обратите внимание вот этот самый огурец растет он только на ционе лист у него желтый некрасивый побеги у него тонкие слабые по сравнению с моей землей конечно огурец нервно отдыхает в сторонке здесь соответственно ситуация тоже немножечко получше относительно циона но тоже не дотягивает огурец по сравнению с моим натуральным компонентом повторюсь что у нас в составе торф чернозем перегной перепревший навоз вот такая ситуация получается а теперь смотрим общим планом и мы сразу видим какие растения здесь посажены еще на ционе 1 2 и 3 друзья это цион это цион одинаковая земля я решил затестить на нескольких экземплярах думаю ну пускай будет а вдруг будет лучше ситуации нежели чем с моей землей тогда с моей органика я же топлю за органику что нет ничего лучше старого доброго навоза здесь же мы видим пожалуйста органик микс вот органик микс и вот органик микс визуально отличаются растения невооруженным взглядом и три растения одно второе и третье которые растут на натуральной органике и им прекрасно и хорошо делаем выводы друзья делаем выводы естественно на этой ранней стадии когда только огурцы начали начали тронулись в рост я сразу же увидел что цион мне не даст обойти какой я на него возлагаю и томаты в принципе своем я все посадил на своей земле за исключением вот этих горшков крайних последних сейчас я вам более детальных покажу они у меня на органик миксе в прошлом году я сажал на органик миксе но мне крайне не понравился органик микс в том плане что все томаты приобрели деформированный вид лист весь утратил свою суть от цветов вообще в принципе не было то есть растение превратилось в нечто уродское и непонятное и поэтому я для себя сделал выводы что я не хочу больше применять органик микс но в этом году я все-таки решил попробовать его но следуя своей наверное больше технологии применения удобрения нежели чем рекомендует мне производитель я обычно использую за основу любую аннотацию которая дается к производству того или иного семени или препарата или вообще без разницы чего прежде чем приступить к работе с тем или иным я ознакомлюсь с инструкцией даже покупая новый телевизор я сначала почитаю инструкцию тем же самым как пультом пользоваться нежели чем методом пика как-то находить пути решение так вот я решил поступить с органик микс чуть-чуть по-другому и от рекомендованных доз отойти а делать по своей механике работы с ними если кому-то интересно как я вношу удобрение как я пользуюсь удобрениями органик микс в этом сезоне напишите в комментариях я вам с удовольствием предоставлю все формулы и отвечу на все ваши вопросы ну а мы тем самым пройдем дальше я вам более детально покажу что сейчас у меня растет в зимнем огороде каково состояние растений а самое главное что же за апгрейд у меня произошел на моем стеллаже с растениями пути мы с вами уже посмотрели я думаю что можно переместиться на вторую полку и здесь мы видим петунии и томатики вот они мои томатики растут это то что у меня еще не распекировано то что я буду экспериментировать сажая в один вот такой большой 12 литровый горшок в котором сейчас у меня растет тимьян я буду сажать по 4 растения в такой горшок чтобы сформировать очень красивый пушистый куст здесь у меня розмарин здесь у меня петунии петунии у меня из черенков прижились все ни одна петуния не погибла все теперь цветет все растет бальзамины тоже все укоренились начинают формировать новые молодые побеги здесь у меня петунии новые посадки бальзамины взошли которые крупносеменные были здесь же также посажены бегонии ампельные еще пока нет всходов здесь петунии семян компании агрофирма партнер серия зацветет все уже распекировано все прижилось все шикарно растет все вот они у меня здесь здесь первые самые посадки то что марина патрина дарила тоже все растет перцы у меня наконец-таки проклюнулись начали расти уже распекированы все замечательно ну и конечно же полка с томатами томаты у меня растут и уже друзья цветут начинают выбирать цвет вот они уже бутоны обратите внимание какие они маленькие сейчас они ровно 10 сантиметров в размере очень крошечные очень красивые прям аккуратненькие томатики это семена от русского огорода новые серии еще пока нет в продаже мы сейчас тестим их как раз таки на моем стеллаже в плане зимнего огорода я думаю что после нового года они обязательно все поступят в продажу вы их сможете приобрести по очень хорошей цене в отличие от тех же самых семян партнера огурец гоша соша сейчас у них стоит порядка 150 рублей за 5 семечек а томат каменный цветок тот же самый стоит у них 325 рублей за 5 семечек я считаю что это грабеж средь бела дня при всем при этом томат каменный цветок в размере достигает 60-80 сантиметров это далеко не маленький томат которому нужен далеко не маленький объем горшка и самое главное ему нужно место чтоб расти представьте себе вот у меня стеллаж допустим с шагом полок в 40 сантиметров да я могу модернизировать свои полки сделать их по размеру выше ниже но если у меня будет один томат 80 сантиметров при объеме горшка порядка 6-12 литров то ну я только одни томаты здесь буду выращивать а уже огурцы перцы и прочие растения здесь не поместятся ну и конечно что про мой апгрейд значит фитолампы я ранее приручивал их вплотную прям к фанере то есть к нижнему основанию полки у меня несколько ламп вышли из строя так как был очень низкий теплообмен и соответственно диоды просто перегорели компания мини фермер мне эти лампы совершенно бесплатно отремонтировала так что кто пользуется лампами компания мини фермер берите на вооружение что эти лампы можно починить заменив у них диоды и компания мини фермер берет это на себя следовательно я сделал вот такой дополнительный брусок расстояние засвета должен быть между полкой и лампы не менее 3-4 сантиметров инструкция всегда прилагается к лампам мини фермера но когда я покупал свои лампы сейчас сейчас прилагается раньше она не прилагалась этой инструкции поэтому я не знал что нельзя их так вот близко было располагать они у меня были прям в очень очень плотном состоянии плотном и вот соответственно я все лампы перевесил а далее закупил еще дополнительно вот такие вентиляторы они на 220 вольт не 12 вольтовые мощные которые делают продувку мне всех моих стеллажей то есть они у меня идут змеевидно образным образом сейчас попробую навести показать вот так вот видите вот так они идут один вентилятор туда дают другой в обратную сторону дают и соответственно нижние полки аналогичным образом там вот там стоит вентилятор а в самом низу вон там стоит вентилятор дополнительная циркуляция воздуха для растения обязательно нужна это предотвращение такой неприятности как паутинный клещ проветривание поможет даже томатам хорошо опыляться в том числе и огурцам так как будет циркуляции воздуха и все будет хорошо и самое главное что вот допустим питуньи буквально неделю назад когда их только распикировал у меня начал моментально зеленеть грунт я не знал что с этим делать я грунт прорыхлил после чего поставил вот эти вентиляторы и из-за того что идет хорошая циркуляция воздуха моментально подсыхает верхний слой почвы и таким образом получается что грунт не успевает зацветать от интенсивного освещения и он сохраняется вот в таком прекрасном состоянии поэтому дополнительная продувка стеллажа при помощи вентиляторов это только в помощь всем поэтому настоятельно рекомендую если кто-то выращивает таким же способом как и я при помощи стеллажа и фитоламп также у меня соответственно вся эта часть закрывается у меня тоже еще есть одна полка которая пока что еще не используется но сейчас мы питуньи подрастим вот наши вот эти вот и они естественно перекочуют у меня либо туда наверх либо пониже очень придумаем ну а так в принципе вся вот эта часть закрывается таким вот образом вторым куском изолона с обратной стороны чтобы вот здесь вот было полное светоотражение и вот так растение у меня здесь растут поэтому хотел записать видео на пару минут но как всегда получилось объемные содержательные вы уж извините может кому-то долго длительно смотреть мои видео но я просто хочу чтобы до вас донести полноту информации содержательного характера чтобы было все легко и просто что все у вас цвело росло и пахло в принципе вот такой вот обзор у меня сегодня компанию цион если все понравилось если информация полезна ставим палец вверх обязательно подписываемся на канал и не пропускаем новые видео поэтому нажимаем на колокольчик и все будет у нас замечательно и хорошо а на этом все дорогие друзья всем спасибо за просмотр пока пока